СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. В Таифе В месяце Шавваль, 10-го года от начала пророчества, пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в Таиф, чтобы призвать его жителей к исламу. Он глубоко надеялся, что они внемлют призыву и окажут поддержку религии Аллаха. В сопровождении вольноотпущенника Зайда бин Хариса, пророк Мирьему и благословения Аллаха, отправился в путь пешком. В течение 10 дней посланник, да благословит его Аллах и приветствует, призывал жителей Таифа к исламу. Однако никто не ответил на его призыв. Толпа из детей и рабов забросала пророка, милость ему и благословение Всевышнего, камнями, выгоняя из города. Камни поранили ему подколенные сухожилия, так что сандалии его окрасились кровью. Зайд бин Харис, да будет доволен им Аллах, прикрывавший посланника своим телом, получил глубокую рану на голове. Таиф. Город, расположенный в 80 километрах южнее Мекки. Милосердие Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, возвращался в Мекку с разбитым сердцем, охваченным печалью и грустью. Когда он достиг Карн-аль-Маназель, Аллах послал к нему Джибриля, с которым был Ангел Гор. «Если хочешь, я обрушу на них две горы», — обратился Ангел Гор к пророку, мир ему и благословение Аллаха. На что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах произвел от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху, и ничему более наряду с ним». Карн-аль-Маназель Название места, расположенного в 75 километрах от Мекки и в 55 километрах севернее Таифа. В настоящее время это место именуется Сайлюль-Кабир, является Мекатом, где паломники входят в их храм для совершения хаджа. Язычники требуют знамения Язычники неоднократно требовали от пророка, мир ему и благословение Аллаха, явить им знамение. Многобожники заявили, что примут ислам лишь после того, как он исполнит их требования. В связи с этим Аллах Всевышний сказал «Они говорят, ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник, или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать». И именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в Него. После этого Аллах сообщил, что они не смогут уверовать, что бы им не показали. Даже если бы мы не спасли им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом. Знамение. Муджизат. В религиозном понимании – необыкновенные явления, выходящие из-за пределы человеческих возможностей. Чудеса, совершаемые Аллахом по желанию пророков и служащие доказательством истинности пророческой миссии. Примеры знамения. Ковчег пророка Нуха, верблюд пророка Салиха, посох пророка Мусы. Пророк Иса оживлял мертвых. Священный Коран и более тысячи знамений пророка Мухаммеда. Мир ему и благословение Всевышнего. Раскалывание луны на две части. Язычники полагали, что если они будут продолжать выдвигать подобные требования, это станет наилучшим средством для того, чтобы заставить пророка остановиться. Они потребовали хоть какого-нибудь знамения вообще. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к Аллаху с молитвой и показал им на луну. И тут, по воле Всевышнего Аллаха, луна раскололась на две части. Одна часть зависла над горой, другая оказалась чуть ниже. Язычники были свидетелями этого величайшего знамения. Однако вера все равно не проникла в их сердца. Многобожники принялись злословить и клеветать в адрес пророка, мир ему и благословение Аллаха, говоря «Это колдовство! Мухаммед околдовал нас!» Очевидно, что раскалывание луны было только подготовкой к какому-то более масштабному и важному знамению. Субтитры создавал DimaTorzok